Всем привет, с вами Кустрян. И я продолжаю проходить народную солянку с Объединённым Паком 2. Это уже 28-я часть, и давайте начнём. Я хочу сдать квест Сидоровичу под названием Фотоохота, и давайте узнаем, что он за этот квест отвалит. Хабар принёс. Ты слышишь про погибшего фотографа, который работал на военных и делал для них снимки. Так вот, мне удалось выполнить часть контракта, ты сможешь передать фото воякам и получить от них обещанную награду. Что конкретно у тебя есть? Я выполнил вторую часть контракта, держи карту с фотками мутантов. Приходи через сутки, договорюсь о получении вознаграждения. Вознаграждение мы получили довольно-таки хорошее 60 гаусс-кассет, патрончиков всяких разнообразных. И к минигану получили, и к снайперске в винтовке, и к всяким другим. Ну а также ещё куча всяких гранат, которые мне опять-таки пригодятся, я так думаю, сегодня. Так, теперь отправляясь по следующему квесту, нужно зачистить АТП и блокпост военных. Ну, начну я, наверное, с АТП, и поэтому встретимся уже с вами на подходах к этой самой АТП. Так, посмотрим на расстановочку ихнюю. Так, опа, заметили что ли? Так, если спалили, очень плохо. Но если они сейчас про меня забудут и начнут мародёрничать, то это очень даже хорошо. И у меня это как витяна руку выходит. Ооо, всё, началось. Началось. Так, подождём ещё немного. Хм-хм-хм, да. Не, в реальности, наверное, такие глупости бы никто не делал, я так предполагаю. Но это вообще, конечно, зашкор. Убил одного, и тот понес лозью, блин, короче. Ладно, можно попытаться уже добить всех так, вручную уже. Так, тут где-то трое шляются. А, вот один. Ребят. Ребят. Продолжение следует... 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 Готов. Можно и поближе подобраться. Ну вот, блин. Ещё один. Будь ты не ладен, а. Целую очередь вас надо высадить, чтобы вы умерли. Это ж вообще зашквар. Так. Блин, ближе подбираться я боюсь. На самом-то деле. Блин, если вышлет вертолёт, это ж край будет. Ладно. Кто не рискует, тот не пьет шампанское. Так, а это вроде бы наши уже подтянулись, да? Которые здесь сидели. Я так понял. А-а-а. А может и нет. Потому что я испутал. А не, наши же. О, ну тогда нам повезло. Так. Ещё один военный где-то. Блин, опасно тут. Выныривать из укрытия. Так, давайте. Добро. Пособираем теперь. Может что-нибудь интересное у них, кстати говоря, найдётся. Ну хотя навряд ли. Так, калаш. О, вот я же говорил, что что-то интересное найдыбается. Вот. Первый признак хороший. Ладно. Много обыскивать не буду. Так, там минное поле вообще. Не нарваться бы тут. Блин, на самом деле у них ничего ценного нету. Вот что прям... Что прям ах, блин. Ну что ж. Ну, всех вроде перебили. Обыскал, продал вот этим товарищам. Ну, вроде бы ноутбука не нашёл. Ладно. Ноутбук, ладно, хрен с ним. Наверное, он на армейских складах у наёмников. Ну вот, давайте. Собирать. Из этого, блин. Сортира. Или эти микросхемы. Ну, вроде все собрали. Ещё осталось 5 вывертов наварить. Давайте посмотрим, как он варится. Рецепты. Так, рецепты это не то. Способы арт-преобразования. Выверт из холодца. Нужен хвост. Банка консервов. Бинт голова тушкана. Ладно, потом поварю это всё дело. Отдам. Непосредственно уже товарищу долговязому. Кстати, тут у нас вертолёт ещё. Так, а как тут? Цельница? Вот так, что ли? Или это слишком сильно? Вот так вот. Интересно, и что тут стоишь? Давай, давай заход. Таём, пойдём. Мы начинаем работать. Узвинять по беремету! Понял тебя? Ну что, прыгнул, нет? Нет, никто не прыгнул. Интересно, я думаю, бессмертный вертолёт. Что-то пуляю, пуляю. Как-то не получается ничего. Ладно, пойду варить выверты. Рецепт есть. По нему вы всё можете сделать. Тут, в принципе, ничего интересного нет. И увидимся тогда уже с вами в баре. Будем 50 тысяч выверты вот эти микросхемы менять на месторасположение фляжки у Долговязова. Ну что ж, встретимся тогда уже у него. Как можно заметить, обманул я вас немножко. Нахожусь не в баре, а в подземельях Агропрома. Извиняюсь за это, я просто забыл. Про то, что мне нужно сюда заглянуть. По двум вещам. Это тайник кота-бегемота, тайник в тайнике. И встретиться с Болотным Доктором. Эй, стрелок! Давай, давай, приходи в себя. Вот. Так-то лучше. Ты чего в растяжку-то полез? Память у тебя отшибла, что ли? Это ж ты и предложил такую меру безопасности. Ну да ладно. Хорошо, хоть живой остался. Время не в обрез. Поэтому слушай меня внимательно. Все, что ты говорил о Монолите, верно. Это просто иллюзия, которую наводят из некой лаборатории рядом с саркофагом. Известно, что никто из добравшихся до Монолита не возвращался. Похоже, они там и погибали. Так вот, пока тебя не было, я раскопал информацию. В общем так. Есть декодер для открытия двери, ведущей к системе управления Монолитом. Декодер спрятан в тайнике на Припяти. Координаты тайника и ключ к нему я тебе даю. Возьмешь декодер, найдешь в саркофаге нужную дверь, а там... Ну а там в обстановке. Судя по всему, это единственная возможность пробраться к настоящей тайне зоны, которую ты всегда пытался разгадать. Это все, Стрелок. Теперь пришло время прощаться. Мне надо залечь на дно. Но я буду тебя ждать. Удачи. О, завершилось задание убить Стрелка и получили новое. Ладно, а теперь давайте искать тайник в тайнике от Кота Бегемота. И еще хотел бы вам рассказать про одну функцию. Это функция Возвращателя. Она только находится в экзоскелетах. Вот каких-нибудь таких эксклюзивных. Вот, например, в этом экзоскелете есть такая функция. Смотрите. Вот этот вот звук еще специфичный. То, что мы активировали. И вот. Оп. Вот так работает Возвращатель. Так, а теперь насчет тайника. Нам нужно добраться вон до того рюкзачка. И сделать мы это сможем разными путями. Либо запрыгнуть на это бетонное кольцо как-нибудь. Либо же путь есть попроще. Вот, запрыгнуть на кровать. Потом сюда, на трубу. И с трубы уже как-то... Так. Еще раз. И с трубы потом уже идти дальше. Вот так вот сейчас Возвращатель сделаем. Все готово. И теперь тут нужно вспомнить, как мы под мостом тренировочный тайник приставали. Так, что-то не получается. Аккуратно. Готово. Так, далековато у меня стоит. Сюда поставим. О, все. А, вот видите, вставать нельзя. Опа, что-то я на краю тут. Ладно. Встанем тогда у тайника. А то опять падать не хочется. Так, аккуратненько. И забираем, что тут. Абсолютно пустой ПДА. Ни одного файла. Странно. И нас перемещает... К этому тайничку. А что мы тут видим? Карта пещеры. И вот мы снова находимся в тайнике стрелка. Кстати, давайте глянем на карту. Изменился она вообще с давних времен? А в принципе ничего и не поменялось. Только немножко дизайн изменился. А так все осталось прежде. Ну вот в принципе и все, что я хотел сделать на агропроме. Теперь увидимся уже точно с вами в баре. Будем разговаривать с котом-бегемотом насчет тайника. Если, конечно, это будет нужно. И с долговязом поговорим насчет фляжки для Петренко. Встретимся тогда уже с вами в баре. Ну что ж, я уже в баре. И давайте поговорим с местными обитателями. Помимо пяти вывертов, которые нужно сварить, еще нужен симбион. Рецепт на симбион уже есть, поэтому смотрите и варите. А сейчас будем разговаривать с барменом насчет призрака. Привет, бармен, есть вопросы? Спрашивай, конечно. Тебе расскажу все, что я знаю. Послушай, ты не видел призрака, говоря о том, был здесь? Такое дело меченое. Где-то с месяц назад или больше он был в баре, заходил ко мне. В общем, разговор касается только меня и призрака. Но если в общих чертах, он просил найти ему отмычку. Так сказать, с определенной внешностью. Бармен, не темни. Я знаю, о чем ты. Отмычка похожа на призрака. Дальше. Миченый, ты же понимаешь, я бизнесмен. А информация вроде как тоже товар. Давай так, принеси мне один артефакт симбиона, я тебе расскажу все, что я знаю. Барыга ты, а не бизнесмен. Ладно, пойду искать. Ну что ж, артефакт у меня уже есть, поэтому продолжаем разговор. Ну что, бизнесмен, принес я тебе симбион. Миченый, ты как всегда радуешь. С тобой приятно иметь дело. В общем, слушай. Да, просил он меня найти человека, более или менее похожего на него. Задача крайне трудная, внешность у призрака колоритная, так что я сам не надеялся на то, что смогу найти такого. Два дня через два нашего, после нашего с ним разговора, долговцы поймали мужика, недалеко от южной заставы. Он как-то больно, подозрительно себя вел. Как впоследствии оказалось, это он три дня не ел. Говорил, что на него кровосос напал, и убегая все свои вещи порастерял, и каким-то чудом отдобрался до бара. Мне-то, в общем, все равно, врет он или нет. Нет, главное, что как две капли похож на призрака. Но я его покормил, выдал кое-какую снарягу. Тут пришел призрак, они о чем-то поговорили и свалили в сторону янтаря. Все, больше я ни того, ни другого не видел. А потом до меня дошла информация, что призрак ушел в лабу и не вернулся. Да, он просил, чтобы я никому не говорил про отмычку, так что, надеюсь, это останется между нами. Да, совсем забыл. Тебя ученые просили к ним на янтарь зайти. Дело какое-то к тебе. Ты же знаешь, я не из болтливых. Ох уж эти ученые. Раз им поможешь, не отстанут. Но все равно спасибо. И для Гаррика, кстати говоря, с трупов пособирал. Или покупал у Сталкеров сигареты и целых 12 штук накопил. Тебе сюда нельзя. Вот бабло и сигареты. Можешь обкуриться на здоровье. Здоровье, что дерьмо коровья. Табак это всего лишь адаптация к окружающей среде. Так что еще один вопрос. Кто дольше в нашем мире проживет, курящий или нет? Ты мне лекции по медицине не читай, давай инфу. И фу, декэмфу. Термос я купил у Сталка бывалого. Он принес его из Припяти. За бутылочку рассказал, что нашел их несколько в разрушенном магазине и припрятал в подъезде одной из высоток. На самом последнем этаже. Той, что рядом с вокзалом. Там еще гастроном на первом этаже был. Вот так вот. А теперь давайте с долговязым насчет фляжки поговорим. Музыка еще такая душевная играет. Так, ну насчет тайника в тайнике поговорить. Скотта бегемота нельзя, ну и ладно. Здороваться не буду, потому что не с кем. Вот, забирай. Отлично, но фляжки у меня нет. Ээээ, не топите в том дерьме, откуда я микросхемы доставал. Я тебе не буду, это слишком просто. Я, пожалуй, укорочу тебе тот орган, за который ты держишься, когда за... Когда то заведение по малой нужде посещаешь. Что бы запомнил надолго, если у тебя этот вообще орган есть. Ну-ну, орган есть, не кипятись. Тот сталк, что пытался мне продать фляжку, был в дупель пьян. Не было ее у него, но он сказал, где она. Он с перепоя перекинул ее через ворота, те, что справа. Сразу, как проходишь блокпост долго при заходе в бар с территории свалки. Как ты за эти ворота попадешь мне до балды, но я знаю, что есть несколько мест, через которые туда можно проникнуть и выйти обратно. Я тогда не пошел проверять, своя шкура дороже. Черт знает, что там за этими воротами. Только тот сталк вечером прямо в баре ласты склеил. Значит, фляжка до сих пор там. Вот так вот. Так, починить что-нибудь. А на починку и нет ничего. Так, еще три микросхемы у нас осталось. Отлично, отлично. Ну что ж, давайте тогда фляжку ту доставать. Сейчас покажу, как можно забараться и достать эту фляжечку из-за ворот. О, музычка веселая играет. Так, не впервые мне за всякими предметами гнаться. И фляжками. И другими. И другими. Так. Ну вот, в принципе, и все, мы уцелили. А вот и фляжка валяется. Теперь осталось принести фляжку полковнику. Так, а теперь нужно проникнуть обратно. Вот обратно я вам подскажу, как можно. Так, забираемся у это здание. И тут где-то должен быть проходик. Вот так вот приседаем, прыгаем и все. И мы вот там, где надо. Ну что ж, теперь давайте полковнику Петренко эту фляжку отдадим. Кстати, давайте посмотрим на эту фляжку. Именная фляжка полковника Петренко подарена ему за боевые заслуги во время военных действий в одной из горячих точек. И потеряна в одном из походов в зоне. Покрыта по золотой. Вот так, 50 тысяч стоит, кстати говоря, интересно. А давайте попробуем посмотреть, действительно за 50 тысяч можно продать ее. Или никто не купит ее. Так. О, за 3 тысячи. Нужно продать. Так, а тебе за сколько? Тоже за 3 тысячи. Ну ладно. Уф, долговязый оказался еще тот Куркуль. Долгою льел, скользкий тип. Что, не рассказал ничего? Рассказал. Только денег содрал. Арт забрал. Да еще и в дерь мне заставил поковыряться паразит. Надо было его вообще замочить. Да, народу в баре много. Вот, посмотри, твоя. Ах, вот она ласточка. Ну, спасибки. Награду заберешь у Сидора, скажешь, что от меня. А пока вот денежная... Денежное довольствие. Такое мои бойцы за два месяца службы не получают. Вот так вот. Ну что могу предложить? Спасибо. Приятно иметь дело. За 30 тысяч. А то тут потратился то 50 тысяч, то 20 тысяч. Вообще скоро нищим оставят. Этих 700 тысяч несчастных на этих боях на арене еле заработало. Они тут сдирают меня по полной. Ну ладно. Отправляюсь, наверное, к ученым на янтарь. Телепорт у меня есть. И сейчас тогда отправимся. Узнаем, что там за задание они приготовили. И контейнер с артефактом отдадим. Ну что, с кем тут поговорить надо? Ну что, смог прочитать что-нибудь? Меченый, такое дело. В общем, попробуй подрученными средствами восстановить дневник. Но если честно, результаты пока не впечатляющие. Послушай, ты не мог бы нам помочь. В последний выброс полетел наш системник. Мы его кое-как отремонтировали, но он все равно работает через раз. Мы заказали себе новый, но вертолет уже нет несколько дней. По-видимому, из-за последних выбросов. К нам на янтарь очень трудно добраться по воздуху. А мы без компьютера, как без рук. Да, я бы быстрее расшифровал дневник призрака. Блин, ну ты даешь. Где же я тебе в зоне системник раздобуду? Есть один человек. Архара. Он как-то предлагал нам. Но нам тогда не нужно было, и мы отказались. Ну ладно, попробуй разыскать Архару. Приветствую на нашей научной базе. Добрый вечер, профессор. Я под договоренностью с Петренко. А, артефакт необычный. Петренко говорит, не было еще таких. Да, судя по описанию, нонсенс. Я ему обещал новые экзоскелеты для его братья. Берите. И получили два экзоскелета сталкеров. Отлично, отлично. Так. Давайте черной энергии прикупим. Три штучки. Пригодится. Ну, в принципе, и все, что я хотел купить. О, можно еще на живое сердце. Ну, хотя хрен с ним. Ну что ж, вроде бы с заданиями тут все. Давайте тогда возвращаться обратно в бар. Ну, хотя в бар это такое. Так, какое бы задание еще выполнить. Так, ось, Титаник. Да, наобъинъекторы гидро. На самом деле, уже пора бы перебираться на армейские склады. Ну вот. Даже не знаю. Так, Архара. Где у нас Архара? Архара на агропроме. Архара на агропроме. Угу. Ясно. Короче говоря, отправляюсь в бар. Отдам экзоскелета Петренко. Но дальше по обстановке посмотрим, куда можно дальше пойти. Ну что ж, я уже в баре. И давайте отдадим экзо Петренко, который передал ему Сахаров. Я вас категорически приветствую. Опа. Наш гонец, как экзы. Приволок, вот они оба. Но благодарность от долга ты имеешь. Будешь представлен к награде. Доставай свой наладонник, пиши рецепт. Есть что-то на продажу? Давайте посмотрим, что за рецепт нам дал. Так, ну тут ничего нету. Наверное, в журнале записано. Так, это от Сахара. Кстати говоря, у меня появились некоторые достижения новые. Так, торгует с противогазами вы уже видели. Это я убил 50 снорков. Дальше честный налогоплательщик. Вы исправно платите налоги. Это видно потому, что вы отдали майору Кузнецову за проход уже больше ящиководки. Хотя, есть достаточно способов этого избежать. Такое поведение однозначно должно быть отмечено особо. И антикиллер. Наемники, которые убивают за деньги, делают обычную работу киллера. Уничтожив сотню этих продажных тварей, вы делаете работу, которая достойна награды. Вот так вот. Кстати говоря, тут еще задание насчет призрака имеется. Бармен рассказывает. Пойду к экологу. Ну, чтобы расследование по поиску призрака продолжилось, нужно найти системник. Но еще вот можно насчет смерти Клыка с Воронином поговорить. Но об этом все попозже. Так, проходи, не задерживайся. А сейчас я, видимо, отправлюсь, наконец-таки, на армейские склады. Довольно-таки много там уже квестиков нарисовалось. В том числе и тайники коллекционера, поговорить с Костей. Найти там тоже тайник Кости на тех же самых армейских складах. Со свободой поговорить. Кстати говоря, насчет свободы. Надо поговорить с Воронином. Взять квест на поиск гранатомета Бульдог-6. А тут чуть не забыл. Бармен сказал, у вас есть какое-то задание на армейских складах. Я хочу попросить выполнить одно дело, лично для меня, понимаешь? И он говорит, что нужно... ...при удачном раскладе спереть Бульдог-6. А у свободы имеется их наличие две штуки. Вот так вот. Ну что ж, давайте тогда возьмем. Ну вот, в принципе, и все задания, которые можно пока что взять и поуполнять на армейских складах. И сейчас я отправляюсь именно туда, чтобы их выполнить. Встретимся тогда уже с вами там. Субтитры сделал DimaTorzok